Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Даниил и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам про две новинки от компании Kershow, которые вышли в 2022 году. Погнали! Два очень интересных варианта с точки зрения ножа как такового. Оба с совершенно разными механиками открытия и оба с совершенно разным предназначением. Это Kershow 4320 и Kershow Lounge 14. Начнем, пожалуй, с 4320, а Kershow Lounge 14 оставим уже на потом. Общая длина складного ножа составляет 191 мм, из которых 83 отмеряно на клинок, а остальные 108 это рукоять. Сталь используется CPM 154 с заявленной твердостью 59 в 60 единиц по шкале Rockwell. Присутствует несколько логотипов. Первый это собственный дизайн компании Kershow. Второй это флаг США, соответственно, свидетельствует о том, что нож сделан именно там. И непосредственно сам логотип Kershow. Толщина по обуху у этого ножа 2,6 мм. Клинок в форме немножечко боуи. Для открытия используется ногтевой зацеп, замок, slip joint. Правда, это не совсем slip joint. Это, как бы, вам так сказать, немножечко измененный slip joint. Есть два лайнера, которые поджимают нож с помощью шариков детента, которые здесь, кстати, керамические. И предохраняют нож от складывания. Имеется промежуточное положение замка, чтобы в ножички играть. На рукояти используется очень клевая Mi-карта. Есть темлячное отверстие. Бэкспейсер сделан из G10. Конечно же, основные стальные лайнеры присутствуют. А вес этого ножа составляет всего лишь 60 грамм. Лично мне очень нравится, как ребята из Kershow обыграли антиповоротку на осевом узле. Это отдельная деталь дизайна, которая в общий абрис ножа вписывается просто очень хорошо. И также интересный момент. Это сквозные винты. То есть, вот только с этой стороны они ставятся и затягиваются полностью через всю рукоять. Это делает конструкцию ножа более надежной, более простой в обслуживании. Открутили осевой, с другой стороны открутили винты. И я думаю, что даже если этот нож разобрать, здесь клиночек все равно будет по центру и ничего ему не будет мешать. 4320. Новинка Kershow 22 года. Очень интересный вариантик для ношения на поясе. Ссылки на оба ножа будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Продолжаем наш обзор на новинки Kershow 22 года. Модель Kershow Lounge 14. Продолжение знаменитой серии Lounge или Kershow Auto. Кто их как называет по-разному, все варианты правильные. Kershow Lounge 14. Такая вот тяпочка автомат. Характеристики следующие. Общая длина складного ножа составляет 197 мм. Клинок это 86 мм. А остальные 111 это рукоять. Толщина по обуху 3,1 мм. Сталь все та же CPM 154 с заявленной твердостью 59 в 60 единиц по шкале Роквелла. Также логотип флага США. Логотип собственного дизайна компании Kershow. И конечно же сам бренд. Замок Button Lock. На рукояти у нас алюминий и в данном случае полностью карбоновая вставка. Вес данного ножа составляет 91 грамм. Механика как и на остальных Kershow Lounge клевая. И конечно же не обошлось без карманной клипсы, которая здесь выглядит вот так. На карман садится достаточно хорошо. Но лично мне хотелось бы чего-то большего, нежели чем обычную клипсу, посаженную на два винта. Кстати, она переставляется на левую сторону и внутри карбоновой вставки имеются, скажем так, пазы. Чтобы резьба внутри этих посадочных мест не скручивалась. В остальном же Kershow Lounge 14 это прямой конкурент Kershow Lounge 1 с точки зрения реза. Потому что за большое количество моделей резаков у Lounge серии выпускалось не только чтобы и много. В памяти сразу всплывают это. Первый, пятый по дизайну Эрнеста Эмерсона. И вот теперь будет еще и 14-й. Высокий прямой спуск с достаточно тонким сведением в 0,4-0,5 мм. Наличие имеется фальшлезвие, насечка под большой палец. И очень мне на самом деле нравится, как они реализовали вставку непосредственно полностью карбоновую. Здесь есть бонка, также анодированная в бронзу, которая выступает, можно сказать, вторым осевым винтом. Потому что посмотрите на этот торкс. Он, по-моему, даже больше, чем на осевом винте. И в руке на самом деле этот Kersh лежит очень хорошо. То есть, что вот так, что вот так. При том, при всем, что он достаточно небольшой, я с вами согласен. Руку заполняет хорошо. И, в принципе, работать по плоскости, я думаю, этим ножом будет очень-очень удобно. Вот такие вот два ножа к нам приехали. Напишите в комментариях, какой понравился больше и почему. Поскольку, как я и сказал в самом начале обзора, они совершенно разные. Один более классический, другой автомат, который делает хороший клац при открытии. Будет очень интересно почитать. А я на этом моменте с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч на нашем канале.